Народное собрание ГАГАУЗИ Отметить важность единства депутатской команды Мы с вами видим, что Народное собрание заработало И в соответствии с законодательством ГАГАУЗИ Исполнительному комитету необходимо мне, как башкану ГАГАУЗИ Выйти по закону в Народное собрание для утверждения нового состава Исполнительного комитета 6 февраля я подала обращение представления руководства Народного собрания Об утверждении состава и структуры Исполнительного комитета На президиуме Народного собрания вопросы были рассмотрены Была утверждена повестка и было обозначено, что завтра, 17 февраля А в 11 часов дня состоится заседание Народного собрания На котором одним из вопросов будет рассмотрение состава, структуры Будущего Исполнительного комитета и утверждение Будущей команды Исполнительного комитета Я как башкан ГАГАУЗИ считаю правильным Проинформировать общественность о том, какая будет структура Исполнительного комитета Какие кандидатуры будут представлены на обсуждение депутатскому корпусу Для того, чтобы все знали и понимали, с какой командой Башкан планирует последующие два года работать Для выполнения всех тех предвыборных обещаний Которые были даны нашим жителям автономии По структуре предполагается, что Исполнительный комитет Будет состоять из 21 члена Исполнительного комитета Это башкан ГАГАУЗИ Это два заместителя председателя Исполнительного комитета ГАГАУЗИ Один заместитель будет отвечать за экономический блок Второй заместитель будет отвечать за социальный блок Это три председателя района Это начальники главных управлений И директор научного центра имени Мария Васильевна Маруневич Если говорить о персоналиях То на должность первого заместителя председателя Исполнительного комитета Предлагается Чабан Вадим Петрович На должность заместителя по социальным вопросам Предлагается Атана Сокла Олеся Федоровна На должности начальников главных управлений Были предложены Кендиглян Александр Михайлович Начальник главного управления агропромышленного комплекса Дончева Татьяна Андреевна Начальник главного управления экономического развития Златовчин Алексей Михайлович Начальник главного управления здравоохранения и социальной защиты Дончева Татьяна Михайловна Начальник главного управления финансов Влах Виталий Константинович, начальник Главного управления внешних связей, Комарова Наталья Георгиевна, начальник Главного управления налогового администрирования и контроля, Тарлак Софь Михайловна, начальник Главного управления образования, Панфилов Владимир Федорович, начальник Главного управления строительства и инфраструктуры, Метеогла Ольга Федоровна, начальник Главного управления делами главы и исполнительного комитета ГГУЗИ, Болгар Максим Андреевич, начальник Главного управления по делам молодежи и спорта. Семенова Марина Семеновна, начальник Главного управления культуры и туризма. Топал Виктор Афанасьевич, начальник Главного управления службы информации и безопасности. Чеботарь Иван Георгиевич, начальник Главного управления полиции. Пашалый Петр Михайлович, директор научно-исследовательского центра ГГУЗИ имени Марии Васильевны Маруневич. Камильчу Светлана Александровна, председатель Камрадского района. Кара Валентин Иванович, председатель Чедровунского района. Желез Борис Михайлович, председатель Вулканирского района. Начальник Главного управления юстиции предлагается депутатским корпусом. И завтра на заседании Народного собрания, соответственно, мы будем понимать, кого депутат Народного собрания будет предлагать на эту должность по закону. Хочу отметить, что из 20 предлагаемых членов исполнительного комитета, четверо являются докторами наук. У четверых есть степень магистра. Семеро обладают двумя высшими образованиями. Если говорить о специальностях, три претендента с экономическим образованием, пятеро юристы, пятеро педагоги, четверо финансисты, трое инженеры. В наших рядах есть и профессиональный актер, есть двое политологов и есть хирург. Хочу отметить, что средний возраст членов исполнительного комитета составляет 44 года. И 15 из 20 предлагаемых кандидатов на должность членов исполнительного комитета являются ГГУЗами. Один русский, два молдаванина и два болгарина. Считаю важным подчеркнуть, что все кандидатуры, предлагаемые Народному собранию, уже занимают соответствующие должности. За время своей работы продемонстрировали высокий профессионализм, умение работать в команде и умение работать на общую цель, на социально-экономическое развитие ГГУЗи. Данный состав завтра будет предложен Народному собранию ГГУЗи. Есть такая информация у меня, да. На самом деле, уважаемые коллеги, что важно отметить. Важно отметить, что я, как Башкан ГГУЗи, знаю закон, уважаю закон. И в законе четко определено, что Народное собрание должно утверждать исполнительный комитет всем составом, списком. Мы придерживаемся этой позиции. Для нас очень важно, чтобы те начатые программы, которые были запущены в последние два года, это сотрудничество с нашими внешними партнерами, это привлечение инвесторов в наш регион, это продолжение программ социальных, которые мы запустили, это поддержка молодежи, это поддержка среднего и малого бизнеса, это широкий перечень экономических и социальных программ, это очень серьезная база для дальнейшего нашего развития. И мне, как руководителю региона, очень важно, чтобы депутаты Народного собрания доверяли мне, как доверил народ ГГУЗи, потому что команда, которую я предлагаю, это команда единомышленников, команда профессионалов, команда людей, которая готова взять на себя ответственность по продолжению социально-экономического развития региона.